Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 116. Мы озвучим Новый Завет, толкование блаженного фефилактора с комментариями. Вот в одном, как не экземпляре сказать, а одновременно составив таком трехтомник по 752 страницы. Это полное толкование Нового Завета вместе с откровением. С толкованием. Это большое толкование по всем святым отцам. Отец Геннадий Фас взял. Как это выглядит. Впервые за 2000 лет вот этот комплект вышел. Сразу толкование вместе с откровением. Этого не было нигде. Но Господь нам позволил сделать. И кроме того, мы раскрасили 230 гравюр Густаво Доре. Это тоже в трех томах. По 80 картин. В полный лист, без обреза. И так. Вперед. Евреям 9.25. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно. С чужой кровью толкование. Но не для того, вошел ныне в небо, чтобы в другой раз войти, принося себя. Заметь превосходство Христа. Тот каждогодно. Христос однажды. И в этом превосходство. Тот с чужой кровью. Тельцовый козлов. Христос же со своей собственной. Евреям 9.26. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды в концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей толкования. Так как говорит, если бы ему надлежало многократно приносить жертвы, то надлежало бы ему многократно и умирать, в силу того, что он должен был приносить собственную кровь. Здесь открывает и некую тайну, почему явился к концу веков, после множества грехов. Ибо если бы смерть его произошла в начале, когда грех не был настолько распространен, тогда никто не уверовал бы. Во второй же раз ему не надлежало умирать. Следовательно, все показалось бы бесполезным. Теперь же, после того, как с течением времени было множество беззаконий, то справедливо Бог явился в конца веков, чтобы жертвуя своей, то есть телесной смертью своей, уничтожить, то есть низвергнуть и обессилить грех. Это же высказал он и в другом месте. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Римлянам 5.20 Каким же образом грех сделался бессильным? Тем, что совершавшие его были безнаказанно прощены. Ибо сила греха в том и состоит, чтобы навлечь наказание. Этот самый вопрос задал себе Григорий Низкий в катехетическом поучении, в ислове на праздник Рождества Христова. Об этом сам он говорит. Почему в конце веков воплотился сын? И отвечает. Потому что, как в лучшие врачи, когда лихорадочный жар еще внутри, медленно сжет тело и в силу причин, производящих болезнь усиливается, не подают никакой помощи из пищевых материалов больному, а выжидают времени, когда болезнь достигнет высшей степени своего развития, так и по отношению к нам. «Врач душ ожидал, когда откроется совершенно вся болезнь нечестия, чтобы ничего из сокрытого не оставить неисцеленным, так как врач врачует только явное. Про страннее узнаешь, что говорит этот божественный муж, если пожелаешь прочитать сами творения его». Т.е. Григория Низкого. Евреям 9.27 «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, толкование, теперь высказывает и причину, почему Христос однажды умер. Именно потому, говорит, что явился искуплением единой смерти. Ибо определено людям однажды умереть, поэтому и Он однажды умер за всех». «Никакой реалькарнации нету, а однажды умереть. Все, все остальные учения ложные». Что же, разве мы ныне не умираем? Умираем. Но мы не подчинены смерти, как прежде, и не подчинены по природе надежды на воскресение, источником которой явился умерший за нас Христос. И такая смерть не смерть, а успение. Посему, так как смерть всеми нами обладала, то Он и умер, чтобы освободить нас. Или теперь апостол желает показать не то, что Христос заплатил за нас смертью, которой мы должны были подвергнуться в наказание, но следующее. «Так как Христос, будучи Богом, вместе с тем, поистине был человеком, то как люди однажды умирают, а потом суд, так и Он однажды умер». Слушай, что следует далее. Евреям 9.28 «Так и Христос, однажды принеся в Себе в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения». Толкование. «Хотя Он и первосвященник, но Он же и приношение, и жертва. Как на литургии мы возносим грехи и говорим, волею и неволею мы согрешили, прости. То есть мы прежде вспоминаем о грехах, а потом просим прощения. Так и Сам Он сказал Отцу, «За них Я посвящаю Себя»» Иоанна 17.19. «Или вознес грехи, то есть снял их с людей и принес к Отцу, чтобы Он отпустил их». «Почему же сказал многих, а не всех? Потому что не все уверовали. Смерть Его соответствовала погибели всех. И насколько от Него зависит, Он умер за всех. Вознес же грехи не всех, потому что они сами не желали этого. Посему они сделали для себя смерть Сына Божия бесполезной, что и достойно ужаса», так объясняет святой Иоанн Златоуст. «Я нашел у Него на следующее место в Евангелии и отдать душу Свою для искупления многих». Матфея 20.28. Заметка, объясняющая это выражение. «Многих вместо всех, ибо и все многие. Он умер, говорит, подяв грехи наши и принесший их Отцу, чтобы сгладить их, ради чего Он и умер. Ибо тому, кто не знал греха, Отец вменил грех, так как Он, Христос, усвоил Себе наше естество». «Во второй раз явится, не не нося на себе уже боли и грехов, и не имея нужды ради них во второй смерти, но как судья для ожидающих Его во спасение, то есть верующим в Него и ожидающим пришествия Его, очевидно, и живущим достойно спасения. Конечно, Он придет не только для спасения, но и для наказания неверующих и грешников. Но апостол сказал только радостное». И вот здесь нужно заметить, что Христос явится во второй раз, не в третий. Сектанты толкуют, что тысячелетнее царство будет когда-то. Это уже третий раз, потому что за тысячу лет они хотят воскресить праведников. А тут написано, одновременно все воскресают. Оставьте расти до жатвы. Плевелы и пшеницы. Жатва кончина века. Тут настолько очевидно. Абсолютно все 100% сектантов, всех сектантов до единого, все заражены этим. Ну, кто-то, если не так понимает, его живо выкинут они. Почему? Обольщение дьявола. И при том, церковь страдать не будет при Антихристе. Когда говорится, ради избранных дней те сократятся. То есть заблуждение настолько страшное, это хелиазм называлось. Эта болезнь была в первом веке. Церковь победила ее. Сегодня оно выползло. Буквально с кем бы ни заговорил. А вот восхитится церковь. Я разговаривал с яговистами, когда в лагере был. Молодые ребята, они верят, другие планеты будут, заселяться будут, там атмосфера есть. Я говорю, и как там будет? Трамваи будут, так же будут рождаться. А сколько жен, он не знает. Но ни одна жена будет. Ну, то есть мусульманская версия победила. Но уже книгу переделали, называют ее Библией своей. Всемирный перевод. Пошли. Евреям 10.1 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Толкование. То есть, будучи образом грядущих благ Нового Завета, который Христос дарует принявшим этот Завет. А не самый образ вещей, то есть, не саму истину. Каких же вещей? Нашей жертвы отпущения грехов. Ибо Ветхозаветные вещи, будучи неясными, уподоблялись теневому очертанию. Теневому. Новозаветные же подобны изображению, то есть истине. Так как они являются в блеске и совершенстве. Так объясняет святой Иоанн Златоуст. Не бесполезно же принять к сведению и то, что дает понять в этом месте Григорий Богослов. И в других словах, но особенно ясно в слове на Пасху, он говорит, законная Пасха, решительно утверждаю, была образом темнее образа. Таким образом, дает понять, что тенью у апостола называется закон. Образом же, совершаемое ныне в церкви, как отражение других, более совершенных благ, которые получат в удел, достойный в будущем веке. Они-то у апостола называются теперь вещами. Вот интересно, когда начинаешь смотреть, христиане празднуют, все христиане, не считая еретиков, воскресный день. Воскресный день, по-нашему, это первый день недели. Все творят все новое. Бог творил в первый день, что и теперь творит новое, в первый день, нового человека. Иудеи до этого не дошли, они так и остались на субботе, предвосходящее. Мустульмане пятницу отмечают, то есть не дошли еще до иудейства. И притом, сами избрали это. И вот по одной только пятнице видно, что им еще даже до иудейской веры не дойти. Они говорят уже о Христовой. Посему, как изображение чем-нибудь отличается от первообразной вещи, так и нынешнее таинство отличается от более совершенных вещей будущего века. И насколько очертание уступает образу, настолько и закон уступает Новому Завету. Смысл этого места таков. Если бы жертвы законные имели силу, то их не приносили бы всегда. Однажды принесенные и оказавшие пользу, они прекратились бы. Вот это относится и к тому, что у нас сейчас делается, вокруг нас. Еще раз повторюсь, сейчас о чем говорил. Мусульманство в пятницу празднует. А что такое пятница? Творение человека. Творение человека, Христос умирает в пятницу. Смысл-то прямо заложен в этом мне. Евреи ищут покой. И нет ни одной нации, у которой покой не снится. Совершенно. Где бы они ни были. Их везде гонят и до конца мира будет так. И антихрист поднимет гонения на них, которые разоблачат его. А христиане нашли полный покой. Полный покой во Христе, спасение, мир, в душе и радость во Святом Духе. Вперед. Но так как их приносили каждый год, постоянно, то ясно, что они не имели силу совершить. И поэтому после первой жертвы приносили вторую, а затем еще третью. Подобно тому, как и между лекарствами, действительны те, кои, будучи употреблены однажды, излечивают. Те же, которые часто употребляются, тем самым показывают свои бессилия. Но спрашивается, что же, а мы разве не перестанно приносим бескровные жертвы? Конечно, всегда. Но мы совершаем воспоминания о смерти Христовой. И это жертва одна, а не много их, так как однажды была принесена. Мы постоянно приносим одного и того же Агнеца, а лучше совершаем воспоминания о том приношении, как бы ныне совершаемом. Следовательно, жертва одна. Что же касается того, что жертва приносится во многих местах, то не много ли Христов? Нет. Один везде, и полный там, и здесь полный, одно тело его. И как приносимый во многих местах, он есть одно тело, а не много тел, так и жертва одна. И мы приносим ту жертву, которая тогда была принесена. Там же Агнец, принесенный вчера, был другим сравнительно с сегодняшним. И нынешний Агнец приносился не для воспоминания вчерашним, но как сам по себе представляющий жертву. Итак, в каком смысле апостол говорит теми же жертвами? Жертвы были теми же, поскольку приносились одни и те же виды жертв, как, например, сегодня Агнец и завтра Агнец, но они были различны по числу. Некоторые же говорили, что жертвы были теми же по способу приношения, то есть совершались через заклания или все сожжения. По виду же различны, каковы овцы, быки, горлицы, голуби. Закон, имея тень будущих благ, никогда не может сделать совершенными приходящих. И действительно, сообразуясь с грамматической точностью, необходимо Писание сохранять так, чтобы в нем не вышло погрешности. А так как в Писании нет ни одного слова о правилах речи, то мы и будем понимать это место его так, как содержат списки, именно никогда не могут очевидно приносящие приступающих сделать совершенными. Евреям 10.2 Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву быв очищены однажды не имели бы уже никакого сознания грехов. Толкование Читай в опросительной форме Если бы говорит прекратились грехи, то разве не прекратились бы и самоприношения, так как нуждающиеся в их помощи получили бы ее в достаточной степени и не имели бы никакого сознания грехов. То есть ничто уже более из созданного ими не требовало бы врачевания. В силу того, что однажды очищено является излеченным. Евреям 10.3 Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Толкование Жертвы, говорит, ничего другого не производят, как только воспоминания грехов, то есть обличения. Они не доставляют прощений грехов, но тем, что их всегда приносят, показывают, что грехи народа остаются неотпущенными. Ибо если бы грехи были отпущены, то что за нужда была бы в жертвах? Сказав, напоминается, он дал тебе понять, что жертвы совершались не ради последующих грехов, но и ради предшествующих, как очевидно неотпущенных. Ибо ежегодно, как говорится, за народ приносилась кровь тельцов. Посему, как грехи были одни и те же, то и жертва приносилась та же самая. Однако нигде последующие грехи не были одними и теми же с предшествующими. Не ясно ли, что прежние грехи оставались неразрешенными, и потому всегда приносилась одна и та же жертва, подобно тому, как одно и то же лекарство, будущее всегда потребляемо, показывает, что одна и та же болезнь всегда мучит больного. Евреям 14. Ибо невозможно, чтобы кровь телесов и козлов уничтожала грехи. Толкование. Еще более делает сильной свою речь указанием на ничтожество приносимых жертв и на силу болезни, подобно тому, как если бы кто опытный во вращебном искусстве, видя, что больному проказы предлагают траву, называемую меркуриальной, сказал, невозможно исцелить проказу меркуриальной травой, пролеской. Евреям 10.5. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Толкование. Христос, входя в мир во плоти, говорит уста Медовида, цель у апостола здесь такова. Так как он показал, что жертвы бессильны и бесполезны, то, чтобы кто-нибудь не сказал ему, зачем же иудеи еще совершают их, ибо тогда еще стоял у них храм, и все законно исполнялось, почему же они не прекратились? то теперь, раскрывая это и говорит, что хотя жертвы по воле Божией прекратились, но иудеи, склонные к честолюбию и всегда противящиеся Духу Святому, еще придерживались их, показывает и то, что они были отвергнуты Богом предвоплощением Господа. И заметь, апостол на это обращает здесь внимание, ибо не сказал вошедше, но входя в мир, чтобы показать, что и прежде, чем вошел, возненавидел их жертвы. Очевидно, установленный законом. Приношение же здесь обозначает нечто отличное от жертвы, и я думаю, что этим именно обозначаются бескровные жертвы, но тело уготовал мне, Псалом 39,6, то есть ты определил, чтобы тело мое сделалось всесовершеннейшей жертвой, Евреям 10,6, всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Толкование ни всесожжение ни приношение за грехи ты не восхотел, не счел достойными принятия. Имена же жертв были различны, очевидно, в силу различных причин. Одни за грехи, левитом 4,3, другие за погрешности, левитом 6,5, иные о спасении, числа 6,14, другие о милости, числа 6,5, иные обетов, левитом 27,7, и еще иные об очищении, левитом 14,32. Итак, все жертвы были отменены, так как ты не восхотел жертвы приношения. Евреям 10,7, тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Толкование. Видишь лишь, что жертвы были отвергнуты еще до воплощения, ибо после того, как ты отвергнул жертвы, тогда сказал, я Христос, вот иду исполнить волю твою. Воля же Бога Отца в том, чтобы Сын был заклан за мир, чтобы люди оправдались, но не через жертвы, а через смерть Сына Его, ибо говорит, я возвещал правду твою в собрании великом, в Солом 39, 10. Потом, между прочим, говорит, в начале книги написано мне, так необходимо сочетать эти слова. Началом книги называют свиток закона или книгу Ветхого Завета. Итак, в этой книге написано о моем пришествии и о том, что я должен быть заклан за мир. Или началом книги называют начало книг Ветхого Завета. Ибо в первой книге Моисея, книге Бытия, когда говорит, сотворим человека по образу нашему, 1.26 Бытие, дает разуметь о божественности Христа. Евреем 10.8 9.9 Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе толкование. Сам Павел изъясняет слова Давида. Ты спросишь, что же, разве жертвы по закону не были по воле Божией? Правда, были по воле Божией, но обозначение воли двоякое. Желает кто-нибудь чего-нибудь предпочтительно перед всем прочим, как Павел? Желаю, чтобы все люди были как и я, 1.7 то есть безбрачными. Желает кто-нибудь и по снисхождению, как тот же самый Павел. Я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. 1.5 14 Это воля снисходительная, чтобы не рассверепели против Христа. Он и снизошел. Так и Бог прежде не восхотел тукой крови, когда же увидел, что евреи, принося жертвы идолам, сильно придерживаются этих самых жертв, дозволил им приносить честь его жертву. Почему же Павел привел это свидетельство, имея бесчисленное множество других, по причине бесстыдства иудеев? Так как они говорили, что древнее устройство разрушилось не вследствие своего несовершенства, но вследствие грехов, приносящих жертвы, и выставляли на вид, что еще Исайя порицает грехи их, говоря, руки ваши полны крови, Исайя 1.15. Так же и сам Давид сказав, не примутелься из дома твоего, Псалом 49.9. Далее присоединяет грешнику же говорит Бог, Псалом 49.16. Посему, так как этот, говорили, наиболее честолюбивый из евреев, то Павел приводит свидетельство, в котором ветхозаветное учреждение само по себе считается отверженным от Бога по причине несовершенства его самого, а не за грехи народа. Ибо в 39.1. Псалме, из которого взято это свидетельство, пророк не упоминает о грехах народа, а что по этой именно причине он воспользовался указанным свидетельством, послушай его самого. Что первое? Жертвы. Что второе? Воли Отца, то есть принесение в жертву на кресте тела Христова. Итак, не отменяются, чтобы установлено и утверждено было через заклание Христа приношение, какое восхотел Отец. Таким образом, жертвы отвергаются не за грехи приносящих, но по причине собственного их несовершенства. Евреям 10.10. По сей это воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. Толкование По этой воле Отца говорит мы были освящены освященные принесением тела Христова бывшим единократно ибо это должно быть подразумеваемо ибо мы которые уверовали что освящены принесением единородного освящены по воле Отца. Отсюда незаконные постановления составляют волю Божию но приношение по Христу и освящение через это приношение Евреям 10.11 И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы которые никогда не могут истребить грехов толкования итак стоять есть отличие служащего сидеть же как Христос есть отличие того кому служит Евреям 10.12 Он же принеся одну жертву за грехи навсегда воссел одесною Бога толкование Сам же Христос одну говорит принес жертву собственное свое тело за наши грехи навсегда достаточную нам чтобы не было нужды во второй Евреям 10.13 Ожидая затем доколе враги его будут положены в подножие ног его толкования следовательно Христос не только первосвященник но и Бог после исполнения дела ради которого он по домостроительству и получил наименование первосвященника он наконец воссел как Бог ожидая пока враги его будут положены в подножие ног его враги же его это неверующие и демоны которые и сами покорятся то есть злоба их останется бессильной так как они будут преданы огню неугасимому а теперь пока Павел врагами называет преимущественно неверующих евреев утешая верующих из иудеев потерпевших бесчисленное множество мучений от них не унывайте говорит ибо восстающие ныне на вас будут покорены или лучше будут попраны и это очевидно потому что Христос сидит одесну и отца так как это произошло то и исполнится по сказанным псалмах почему же они не тотчас были положены в подножие ног его то есть не были удалены из мира ради верующих которые будут рождаться от них евреям 10.14 ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых толкование совершенно говорит освободил от грехов освящаемых и помазаемых кровью его через крещение в смерть так как все крещаемые соединяются подобием смерти его то ясно что они освящаются кровью его евреям 10.15 а всем свидетельствует нам и дух святой ибо сказано толкование что свидетельствует то что он совершенно избавил нас от грехов одним приношением так что мы не имеем нужды во втором евреям 10.16 17 вот завет который завещаю им после тех дней говорит господь вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их и греховых и беззаконий их не воспомяну более толкование видишь ли сам бог свидетельствует что он даровал очищение грехов даровал же в то время когда давал новый завет новый же завет он даровал и утвердил смертью сына своего как было раньше показано евреям глава 8 евреям 10.18 а где прощение грехов там не нужно приношение за них толкование если за одну жертву было даровано отпущение грехов то какая еще нужна после этого во второй жертве какая нужда поэтому указывается что мы получив от прощения грехов были приведены в совершенство единым приношением христа и уж более не нуждаемся в другой жертве и так иудейские жертвы не нужны и будучи совершаемые по упорству давно уже признаны бесполезными теми кто ныне совершает их упорство слово упорство встречается какое у блаженных эфилактов словарь очень широкий упорство и человек иногда хвалится а я вот такой твердо неупертый стоит ничего не может меняться иудеи могли бы поверить ну как смотрим фильм допустим искупление все показано но обратились они нет упертость а мои родители так верили мы беседуем едем по деревням впереди идет какая-то женщина я говорю водитель остановись я ее останавливаю как бы и говорю мы приехали ваше село раздаем евангелие я кержачка какое евангелие я говорю опять дальше ну мы приехали дать новый завет о христе не надо мне ничего я кержачка то есть ее мать научила 77 вер дочка моя но вера она истинная наша если молишься то иконы нужно только на подоконник ставить дом строят первым делом подоконник вот и все и убедить ничем нельзя почему упертость они не слышат 28 глава Деяния Апостолов говорит когда уходили Павел в след им бросил слова Исаия ушами будете слышать и не услышите и глазами будете смотреть и не увидеть вот это все исполняется когда мы упертые да не будет этого с нами дальше евреям 10 19 итак братья имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым толкования после того как показал превосходство первосвященника нашего предветхозаветными и приношение Христова пред жертвами по закону и что через это приношение мы освободились от грехов прерывает догматическое учение давая отдых слушателю и вполне благовременно переходит к нравственному учению и только что упомянув обо подпущении грехов наконец убеждают чтобы они более не впадали в них имея дерзновение по причине отпущения грехов как грех причиняет стыд и неуверенность так отпущение грехов дает смелость так как нам отпущены были грехи то мы и имеем дерзновение входить во святилище то есть в небо посредством крови Иисуса Христа то есть через кровь ибо удостоившись через крест и кровь Христа о прощении грехов мы получили дерзновение все все теперь номер 117 договор ролик какой и Продолжение следует...